Беда пришла неожиданно. В 27 лет Алена почувствовала себя плохо. Появились проблемы со зрением. И вскоре отказали ноги. Тяжелая болезнь, поражающая зрительный нерв и спинной мозг, приковала девушку к инвалидному креслу. Никто не знает, почему это произошло. Потому что врачи тоже долго мне не могли поставить диагноз. Я, наверное, полгода еще более или менее ходила. Были какие-то надежды. Алене необходимо держать мышцы в тонусе. Помогает тренажер. У девушки был такой инвентарь, но с годами пришел в негодность. А с новым оборудованием помог фонд «Поколение» Андрея Скотча. Заниматься можно, не пересаживаясь из кресла. Благодаря тренировкам отступают мучительные спазмы. Не занимаюсь два раза в день по часу. Он еще с электродвигателем. Он нужен, потому что у меня ноги вообще сами не двигаются. Меня муж пересаживает на руках, на кровать. Жизнь идет своим чередом. Супруги Кандыба растят 12-летнюю дочь. Алена любит готовить, печь, а еще нашла спасение в рукоделии. Мастерит искусственные цветы и светильники. Приносит большое удовольствие. Мне очень нравится заниматься цветами. Это отвлекает. Плюс приносит небольшой доход. Да и в окружении ярких красок. Жить легче. Татьяна Кулькова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория.